здравствуйте уважаемые участники вебинара меня зовут родина евгения борисовна я представляю фундаментальную библиотеку мгппу и мы сейчас находимся на дискуссионной площадке наук в публикациях значит здесь мы обсуждаем научные статьи и общаемся с авторами научных статей и сегодня мы обсуждаем тему силы народной игры от практики к теории и я вам представляю нашего спикера чернушеевича владимира анатольевича доцента кафедры юридической психологии права московского государственного психолого-педагогического университета вот можно начинать да начинайте вот так видно хорошо не обязательно разворачивать на полный кран здесь видно но на компьютере видно хорошо если кто-то с телефона смотрит возможно пробуем сейчас развернуть простите смотрю с телефона ничего не видно а сейчас у меня перед экраном только имена участников ну тут что вижу 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 включилась я перевеснул может быть четки развернуть на весь экран надо нажать с текущего слайда а значит вам надо нажать показ экрана когда-то подожди так наверно еще мы все нажал вроде бы сейчас обратно отъедем но не так просто так закрыть доступ открыть доступ через окно или через показ экрана лучше нет на будет видно слайд шоу тут где же видно это просто индивидуальные настройки пользователей все было прекрасно а ну хорошо да хорошо было видно ладно тогда опять выхожу на так как держи на теперь 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 она пропала обычно внизу кнопка начать показ да я знаю но только на же все открыто так какие же тут мои презентации ну дела вроде была она же у вас открыто была вроде она была открыта и исчезла она была на экране у меня хорошо было видно и у меня тоже так сейчас попробуем заново все проделать потому что непонятно куда она делась пошел пока с экрана на нем презентации нет презентации не пока не видно ну вы ее она же у вас сохранилась она у меня на экране у меня она на экране идет нет нет да что ж такое может быть вы пришлете мне и я буду показывать да можно и так конечно ну давайте полистайте что я давайте Виктория Викторовна вам удобно будет с записью то я тоже могу нет с записью будет неудобно ребята давайте Женя пусть да все таки еще раз хочу попробовать давайте просто было же все нормально вот у меня презентация открыта так дальше перехожу сюда да показ и сделать давайте во весь экран окно да там я могу сделать так развернуть ну ждем вот оно все нашел делимся ох кажется пошло отлично все вижу так еще раз давайте сейчас сначала ну вот и так уважаемые коллеги мы с вами сейчас немножко попытаемся ну фактически мне нужно с одной стороны немножко рассказать про ответить на вопросы которые мы задали себе перед тем как планировать эту встречу вот вот ну прежде всего почему мы взялись за игру именно традиционную игру в чем ее собственно говоря такое достоинство которое привело нас к ее активному использованию привлечению в учебный процесс приложение максимум усилий для того чтобы распространить ее по образовательному учреждению ну вообще там где дети и подростки живут ну прежде всего да она в конце концов вылилась в экспериментальный проект вот этот который так получил название силы народной игры который экспериментально ну как бы в формате психологического экспериментального исследования показалось что он действительно эффективно может решать задачи профилактики девятного поведения или там отклоняющегося поведения вообще профилактики всех таких неблагоприятных каких-то явлений которые как раз и определяются проблемами социально-коммуникативного развития то есть проблемами общения по сути дела вот ну мы с вами знаем где живем да ну так опытным путем мы знаем что как бы идеология потребления и и которые несут эффективные менеджеры да во всех во всех узловых скажем местах социальных социальные как бы социального пространства вот мы это знаем вот а потребление это прежде всего погоня за продуктами самыми разными в том числе и такими виртуальными продуктами и материальными продуктами То есть ориентировка на потребление. То есть я, как потребитель, я имею право потреблять, потреблять, потреблять. И я этого достоин, и мне твердят этого из каждого утюга. И это постепенно, как идеология, она проникает в сознание. В том числе ребенка и подростка. И, соответственно, откуда у него возьмется дума о другом, об обществе, о стране, о родине, о мире вообще, в котором он живет. Основная ориентировка на то, что я самый, как бы, милый, замечательный малыш, сколько бы лет мне не было, и все мне должны. Особенно, если ребенок попадает в учреждения, скажем так, в хорошие, в Москве, они все достаточно богатые, в учреждения, такие социальные сферы, детские дома, приюты и так далее. И там тоже культивируется вот эта вот эго-направленность. То есть все должны. Государство мне должно, бывшие родители мне должны. А вот то, что должен ты, этот вопрос, он как-то обходит со стороной, это даже совершенно удивительно. Вот. И поскольку мне все, то, соответственно, я претендую на все. И если каждый из детей претендует на все, то конфликт просто неизбежен. И, собственно, вот так и работает эта идеология. Если каждый думает о другом, то у каждого, каждый получает внимание и поддержку всех. Если каждый думает о себе, то все против всех. Потому что ресурсы всегда ограничены. И если все претендуют на них, то конфликт неизбежен. И поскольку идеология потребления, она как раз вот не предполагает участие другого, соответственно, участие в другом, то есть в сочувствии, в сопереживании, в содействии. Вот этого там нет, оно там не нужно. Вот. И дети так вот не имеют идеологической такой установки постоянно, которая бы транслировалась бы старшими. И старшие тоже уже по многому подвержены вот этой идеологии потребления. И они тоже гоняются за всем. И еще более, и еще, и еще. А что окружает ребенка, ну вот если взять просто по социальным контактам? Вот схема простенькая такая. Вот типичная наша семья, где папа с мамой в лучшем случае есть. А старшего родителя там, бабушки или дедушки может быть один, может быть крестный у кого-то есть. Ну мы просто знаем это по опыту исследований в детских садах. Вот. А что было? А было вот было, какое богатое окружение. Были братья и сестры, дяди, тети. И между этими семьями родственными масса контактов. И соответственно опыта общения с другими, меньшими, старшими, младшими, старшими, ровесниками. Был этот опыт огромный. И мало того, что была возможность этот опыт приобретать, потому что это просто родственные связи. Плюс еще дворовые команды, то есть дворы были устроены как дворы, то есть поселения человеческие были устроены так, как они, ну как бы, органически развивались. То есть среда социальная создалась такая здоровая, плотная среда, в которой ребенок видел, как люди друг к другу относятся. Где было ясно, как бы, принято, что такое хорошо, что такое плохо. И в этой среде ребенок рос. Ну, посмотреть даже на наши города, на наши дворы, как бы, на нашу застройку, это башни, в лучшем случае забором огорожены, где на улице не увидишь компанию детей. Особенно без сопровождения родителей. То есть на коротком поводке, в лучшем случае, родители пасут малышей. А дальше? А дальше у кого какие ресурсы? Кто-то будет в какие-то секции тренировочные, кто-то сидит дома за компьютером, в телефоне. И, в общем-то, вот это, вот это, это, как бы, такая вот судьба нашего ребенка. И то же самое происходит в учреждениях образовательных. На самом деле, вот мы проводили как-то тему, тема была, такое злокачественное одиночество, как бы, изучали проблему одиночества. Оказывается, что в школе подростки, там больше 50% имеют, как бы, такой вот тот уровень, который уже вызывает тревогу. Этого переживания. А вот, скажем, в интернате в Сергиево-Пасаде мы были, там четверть таких детей. Казалось бы, ну, детский дом, у них семья большая. То есть они живут вместе. И поэтому, конечно, это есть, это от многих факторов зависит, это переживание. Но, тем не менее, там это, этого меньше. То есть ребенок испытывает одиночество, он не умеет общаться с другими, потому что ему негде приобрести этот опыт. И вот, вот это мы, собственно говоря, застаем. Ну, плюс еще хочется предварительно сказать о том, как мы принимаем проблемы развития. Вот обучение почему-то традиционно считается, это такой, вообще-то, насильственный метод. То есть ребенок должен учиться не потому, что у него есть потребность в этом, а потому что это надо. Это нужно для будущего. Точно так же в школе, кто-то включил микрофон, ребят. Извините, пожалуйста, Владимир Анатольевич, а вы листаете презентацию? А вот сейчас я самую второй, вторая страничка. У нас первый слайд только. Наверное, тогда лучше вам пока слайдов отключить и вот листать. А, половинку. Да я хорошо сейчас вот так сделаю. Так. Вот так, да? Вот так она листается. Да, так все видно. А, вот картинку с семьей вы так и не увидели. Я про нее говорю, а вам ее не видно. Ну, вот видите, примерно, вот это справа семья, типовая, да? Тут раз, два, три, четыре человека общаются с ребенком. А вот это вот такая многопоколенная традиционная семья, там, позапрошлого века. То есть просто родственных контактов огромное количество. Соответственно, и опыт, отношения со старшими, с младшими, с ровесниками, тоже огромное. Плюс еще дворовые компании, которые сопровождали жизнь ребенка всегда. Да и сейчас в какой-то степени. Ну, вот об этих двух слайдах я как раз говорил. И вот, значит, третий, по проблеме развития. То есть обучение считается, это как должное. Так же, как и в университете. Ну, нам легче понять, как это в университете происходит. Приходит первокурсник. Хочет быть клиническим психологом. Помогать больным людям. Вот. А ему говорят, ну, давай-ка, вот ты сначала общую психологию изучи. Потом ты возрастную изучи. И педагогическую изучи. Психологию личности. Вот у тебя психология конфликта. Вот это все изучи, изучи, изучи. Пять лет. А потом ты будешь готов выйти к людям. И, значит, вот начать с ними, им помогать. На основе того, что ты тут узнал. Ну, я считаю, что это, в общем, такая тяжелая форма насилия. Над человеком, который пришел, чтобы действовать. Он приходит в университет, чтобы научиться действовать. То есть содействовать людям. Ну, так, как и любой психолог. Вот. Но так устроена наука. Так устроена. Там Анна Борисовна не пускает. Посмотрите, пожалуйста, кто там следит за подходящими. Так, я слежу, но я почему-то не вижу заявки. Вот. То есть мы... То есть мотивация к обучению крайне опосредованная. То есть чтобы когда-нибудь научиться общаться с людьми, надо сначала изучить то, то, то. А чтобы изучить это, надо изучить еще что-то там. И вот эта такая длинная цепочка обучения впрок. Она просто очень угнетает, и нужно иметь огромную память. Или каким-то образом переваривать те содержания, которые дала наука, распотрошив как бы практику, распотрошив жизненные предметы научные. И потом пытается эти предметы вложить в сознание студентов и детей в школе. Вот. А что такое вот такой лекционный вариант обучения, когда вроде бы сообщают знания? Вообще, что такое коммуникация между людьми? Учебная. Ребенок задает вопрос, ему на него отвечают, он этот вопрос принимает и куда-то встраивает в свою жизнь. Потому что просто так вопрос у ребенка не возникает. Потому что у него вопросы возникают в связи с его жизненными обстоятельствами. Он чего-то не знает и не может чего-то достичь, не может что-то сделать. Ему нужна подсказка какая-то. И вот, собственно, зона ближайшего развития, как образуется. Ребенок готов что-то сделать, но не знает. Ему подсказывают, и он это делает. То есть зона развития ближайшего – это как бы зона мотивированной активности. Вот с этим беда. Потому что научные предметы не озадачены мотивацией студента. на то, чтобы, ну как бы сказать, у него возник вопрос, и туда это научное как бы знание было выложено, предложено для использования. То есть то же самое с воспитанием, по сути дела. Мы говорим ребенку «Будь хорошим, будь там внимательным, будь доброжелательным». Ну, мы-то говорим, а что это такое? Ну, как-то это просто мимо пролетает. Поэтому классики всегда говорят «Личным примером воспитывать». И не надо говорить «Будь честным». Будь честным в своей семье, в своей там работе, где ты общаешься с ребенком. Будь честным, и ребенок будет у тебя честным. То есть мы должны показывать пример действия, на которое ребенок способен отреагировать его заимствованием, повторением его. То есть как бы по образцу действия. Действие по образцу – это очень сложное действие. Некоторые считают это самое простое. Самый очень сложный. Ребен должен распознать смысл этого действия, его форму, и попробовать самому как бы это все воплотить. Особенно это касается воспитания нравственных каких-то правил, которые вот просто декларациях, она, в общем, ничего не дает. Ну, это все к чему? Это все о том, что ориентировка на продукт. Ученые получили в качестве продукта много знаний, и как продукт они пытаются впихнуть это в голову будущих поколений. А это не получится, потому что поколения должны вырастить эти знания с помощью тех, кто уже их как бы получил. То есть на самом деле учебный процесс должен быть совсем по-другому устроен. И все это понимают интуитивно. И многие стараются это делать за счет личных таких своих каких-то особых затрат времени, сил. А компьютеризация, она вообще как бы выталкивает эту саму идею практического освоения знаний куда-то там подальше. А Ахталызина еще в 1975 году говорила о том, что, известный наш педагогический психолог, о том, что раньше было две проблемы – усвоить знания и научиться его применять. Теперь это как бы открытие педагогической психологии. Проблема в том, чтобы предложить ребенку такую деятельность, в которую эти знания были бы вложены уже, и она была бы для него доступна. Включаясь в деятельность, он и знания эти присваивает. Вот так должен быть устроен учебный процесс. Ну, возвращаемся к нашей предыстории. Значит, мы понимаем, как сложно психологу пять лет учиться как бы в сухомятку. Конечно, на факультете юридической психологии огромное количество практик по сравнению с многими другими университетами и учебными заведениями. Поскольку мы понимаем вот эту вот важность практической мотивации, важность практического усвоения всех знаний. И когда проектировался учебный процесс по специальности педагогика психологии и вообще и других направлений, которые на нашем факультете, мы закладывали туда обязательные практики как можно больше. То есть все, что может дать нам стандарт из практики, мы туда вложили. То есть все, все предметы, которые там успеют напихать наши преподаватели, студент каждый год пытается на практике переварить как-то. Вот. Ну, это вот практики тематические, они в какой-то степени помогают собрать молодого специалиста к пятому году обучения. То есть на стажерской практике все, как бы, все знания и весь опыт, который получен на всех предыдущих практиках, он как-то собирается. Но проблема мотивации все-таки остается, потому что практика, она все-таки мало занимает места, то есть недостаточное место во всем учебном. Правильно, такая традиция вообще в нашей высшей школе, по крайней мере, последних там четверти века. Вот. И у нас, значит, с одной стороны дети, не даже, как бы сказать, коммуникативно развиты, да, с другой стороны студенты ждут, когда же они приступят к работе там в настоящие пять лет. И вот мы, когда попали вот на двете, на пересечении двух проблем, мы поняли, что детям не хватает свободной игры, то есть то, что раньше было просто, как бы сказать, естественным достоянием любого ребенка. Вот, ведь Покровского позапрошлого века, книжку сборник игр народных, там около двухсот игр, которыми владели, ну, почти все дети России. Ну, со своими спецификами, такими региональными. Двести игр. Мы опрашиваем наших студентов, какой у вас игровой опыт. От семи, в лучшем случае, да, минимум. Ну, бывает сорок. Ну, сорок, это значит, из Архангельской области кто-то приехал. Вот, игр. А общих таких, которые бы были, ну, как бы, такой платформой для общения. Ну, вот пять-семь, там, салки, прятки, колечко-колечко, выйди на крылечко. Там, дочки-матери, казаки-разбойники. В общем, вот весь практически вот арсенал, который есть общечеловеческий, общеподростковый, общедетский. Этого очень мало. Ну, и это естественно, потому что дети не играют ни на улице, ни в саду, ни дома, поскольку и дома-то и не с кем играть. И никто не может особо предложить. Поколение сменилось. И у родителей, конечно, есть небольшой запас. Мы тоже его пытаемся узнавать у наших студентов. Но этот запас мизерный буквально. Поэтому, с одной стороны, мы решили, что надо вернуть детям традиционную игру. Именно традиционную, потому что есть подозрение, что именно она несет традиционную культуру. Именно она несет ориентацию не на потребление, а на взаимодействие, на сочувствие, сопереживание, в общем-то, на совместность существования. Это первое. А второе, мы подумали, что, а вообще-то говоря, наши студенты, в общем-то, еще... Наши студенты вполне могут помочь в этом деле. То есть помочь в деле возвращения этой самой традиционной культуры в форме игры детям в образовательных и социальных учреждениях. И при проектировании учебного плана на педагогике психологии девятного поведения мы положили специальную дисциплину «Организация досуга детей и подростков», где около 60 игр представлены для освоения нашими студентами и для трансляции их в образовательные учреждения, где они проходят волонтерскую практику и производство. Ну, теперь возвращаемся к нашему профилю. Вот мы же, собственно говоря, на факультете юридической психологии, и наша забота – это, вообще-то говоря, девятное поведение во всех его проявлениях. Ну, вот тут некоторые картинки такие есть, как это проявляется. Вы, впрочем, все знаете, об этом говорить не стоит, но только стоит только напомнить, что проблемы возникают из-за отсутствия опыта нормального культурного общения, взаимодействия в совместной жизни детей и подростков. Вот. Мы это фиксируем. Ну, что с этим делают? Обычно с этим очень-то просто, как бы, норовоучение, наказание в образовательных учреждениях. И, как бы, родителям. Давайте вы, родители, займитесь своим ребенком. Ну, мало это, все это, мало чего дает. Вот. Ну, и какие там условия для того, чтобы поиграть? То есть мы уже поняли, что надо игру возвращать. На улице нельзя, в школе нельзя бегать, там нельзя даже поиграть в эту игру, когда дети берутся за руки и кружатся. Нельзя, потому что можно удариться обо что-нибудь. А что такое удариться в наше время? Это скорая помощь, это статистика для департамента образования. В саду надо играть по плану, по стандарту. Но, вообще-то говоря, надо учиться, готовиться к школе. И реально свободные игры в саду застать очень сложно. По времени посчитать можно, конечно, там очень мало ее. Вот. А у групповой игры, такой вот, который было бы, скажем, культивировал бы традиционные взаимоотношения, вообще, ну, вот мы 11 лет занимаемся, мы единичные случаи какие-то обнаруживали. Вот. Ну, это вообще-то устраивает всех. Педагоги, отвечающие за безопасность, довольны. Дети вышли на перемену. Вместо того, чтобы побегать, поиграть, они и так шелестят клавиатурами на своих, там, этих гаджетах. И так вот, как бы, сам, каждый сам по себе. И чтобы их поднять на взаимодействие, ну, это вот только наши студенты могут справиться с такой задачей. Вот. Ну, вот мы по линии решения, что проблема социализации предполагает совместить несовместимое, то есть активность в безопасной форме и потребность в самой разнообразной активности. Бегать, прыгать, кричать, ползать, все это делать вместе, но в то же время каким-то образом не травмируя друг друга, не мешая никому. Ну, в общем-то, рады, только рады окружающих. Ну, естественно, что вот мы так и пришли к тому, что есть традиция, и проблемы социализации раньше вообще не существовало. Всегда были хулиганы, но всегда были отработаны механизмы их, как бы, вразумления. Именно не только с помощью развитой системы исполнения наказания, да, но и с помощью общественного влияния. То есть влияние той среды социальной, в которой человек рос и жил. Вот. Ну, и игра как раз это то, что... Ну, вот видите, тут картинки такие. Тут и хороводы, тут и масленица, где там чего только не бывает. Вот. У нас огромный арсенал накоплен. Ну, отработан скорее, да. Вот видите, тут сколько тут игр. Это только... Это еще не все представлены. Самые разные. И для малышей там начинают трех лет. Есть, конечно, пестушки, потешки немножко, да. Ну, просто чтобы наши студенты понимали, что если совсем маленький ребенок попадется со своими старшими братьями, то для него тоже что-нибудь найдется. Всегда. Под рукой. Ну, вот. Ну, и где-то, затеяв это все дело, в 2014 году, пообщавшись со студентами, три года, мы решили провести небольшое исследование. Ну, поскольку мы все время спрашиваем ребят, нас интересует, как они себя чувствуют в игре. Потому что, занимаясь детьми, надо понимать, что переживают дети. А для этого надо прежде всего уметь как бы понимать самих себя. потому что базовый комплект эмоций, он как бы что для детей, что для подростков, он, вообще-то говоря, один. Вот. Мы задавали эти вопросы, связанные с тем, какие переживания в играх испытывают наши студенты. И вот анализ там более там двух сотен откликов таких, статистическая обработка, она показала, что ведущие, ведущие эмоции, это радость. Это радость прежде всего. Вот. А самое главное, что их огромное количество. То есть там, ну, больше сотни и по наименованию. И вот радость на первом месте. Дальше мы принялись изучать все-таки, какие же в каждой игре, что в ней там переживается. Какие моделируют, какие ситуации социальных взаимодействий моделирует та или иная игра. И вот оказалось, что, ну, трудно найти что-то из жизни такой обычной, да, чтобы в игре не находилось своего отражения. Вот мы берем базовые такие игры, которые всегда мы играем и в первую очередь осваиваем. Вот тут тетёра прячут на доска, но они жгут. Жгут. Есть такая интересная игра для подростков. Каравай, страшный зверь. Вот что переживается? Вот смотрите, здесь это то, что мы выявляли, и то, что мы видели, и то, что мы слышали от студентов. Это страх, обида, одиночество, избранность, власть, противостояние группе. Вот всё, что переживается. Это границы, это понимание переживания контакта телесного. То есть вот поиск происходит в таких играх, где нужно тащить кого-то, хватать, там, может быть, даже шлёпать, да. Это то, что в играх всегда было, есть, и всегда дети, ну, как вот, как эти самые, ну, если мы всегда видим, как там собачки бегают, там они касаются, дерутся, валяются, там, гоняются друг за другом. Ну, дети, в общем-то, в этом плане так же точно, если дать им свободу, они очень близко друг к другу подходят. И ищут вот эту возможность взаимодействия и границы, которые были бы допустимы. И вот в этом смысле хулиганы, которые там в спецшколах у нас одно время содержались, вот они лучше играют во все игры, там, где, вот, скажем, есть такое вот взаимодействие физическое. Потому что у них опыт взаимодействия на улице с совестниками очень хороший. И когда он помещается в такую культурную рамку традиционной игры, то он просто выглядит блестяще. А студентам это ещё надо осваивать, потому что они не имеют этого опыта. Даже, вот, скажем, просто по головке погладить. это у некоторых может вызывать очень даже такие неожиданные реакции. Потому что, что такое приголубить, оказывается, многие просто не знают. Даже такого слова не знают. А уж, что говорить про действие? А у нас игра специальная, где нужно приголубить кого-нибудь, кто в вода. Ну вот. Вот я листаю дальше, что у нас тут ещё есть. В школе подвижные игры. И в спортзалах, и в музыкальных кабинетах, или в детских садах, музыкальных залах. Всё прекрасно. Ну, картинки видны? Скажите, пожалуйста. Я просто... Да, видно. Вот. Я могу каждый раз их увеличивать, например. Ну, может быть, с текущего слайда, чтобы было виднее. А, не видно, когда вы увеличиваете. Да. Сейчас хорошо видно. Ну, вот кому-то видно. Вот пошёл, видимо, автомат пошёл. Начал крутиться автоматически. Это я уже не успеваю комментировать. Давайте я вернусь. Это мы... Да. Ну, вот в школе, например, перерыв за печкой. Простая игра. Ну, посмотрите на их... на их эмоциональные реакции. То, что студенты написали в своих самоотчётах, что радость главная. Ну, вот она, радость просто на лице написана. Вот. Это спецшкола. Закрытое учреждение, куда мы ездили. То же самое. Базовая... Базовая эмоция – это радость. То же самое в воспитательной колонии. Мы, проведя там полтора часа, задали один вопрос ребятам. Одним словом, выразите как-то, ну, ваши отношения к тому, что сегодня произошло. Они говорят... Ну, радость говорят. Как будто на свободе побывали. Как будто солнышко вдруг возошло над нами. Вот такое эмоциональное состояние, которое наши студенты способны внести в группу подростков, пребывающих в колонии по тяжелым статьям. Это тяжкие телесные повреждения и насилие. сексуальные в том числе. Вот. Это спецшкола единственная, которая у нас осталась в Москве. Там тоже мы занимаемся с ребятами. Ну, занимаемся. Мы с ними играем просто. И тоже самая, та же самая реакция радости прежде всего. Вот. А это курсанты университета МВД. Практически мы... У нас ходный учебный план, только у них этого курса нет. Есть своя специфика. И поэтому мы делимся с ними вот этим опытом замечательного, активного взаимодействия с подростками. То же самое в Академии Федеральной службы исполнения наказаний мы в них бываем. В гостях регулярно тоже показываем, как можно за какие-то там час, раз, полтора поменять обстановку в группе подростковой за счет своего активного участия, за счет трансляции, своего отношения к людям, которые, ну, если мы обрели такое вот традиционное отношение, где не потребление главное, не я, милый и замечательный, а все-таки я готов видеть других, понимать их, принимать, сочувствовать им, соучаствовать в их жизни, вот этим они могут поделиться со своими уже подшифными, которых они встретят уже на своей работе после выпуска. тут такие, ну, естественно, что мы бываем и в доме ребенка, там, где совсем малыши, которые вот еще пестушки, потешки им нужны, когда мы у них были в гостях, практически, ну, мы, конечно, с каравая пытаемся всегда начинать, это как визитная карточка, вот, но как только один ребенок заплачет в каравае, тут же все остальные подхватывают и мы берем каждый из своего на ручки и все, все приходит в норму, в возрастную норму, то есть каравай для детей трех-четырех лет, которые содержались в доме ребенка и психологический возраст у них совсем другой, вот, для них каравай это слишком, это слишком сложно, им важна индивидуальная поддержка, индивидуальные ручки, вот, и фольклор и традиционная игра очень даже были, кстати, в психиатрической больнице и в детской и во взрослой, в детской мы занимались больше с детьми речевыми, то есть, которые плохо говорят, проблемные, и несколько занятий уже были заметно сдвиги в речевых возможностях. Ну и даже в таком экзотическом месте, как детский дом для слегка глухих наше участие было тоже с радостью принято, с радостью и детьми, и воспитателями тоже. Вот. Ну вот это такие картиночки, а теперь буквально бегом по тому, что же, собственно говоря, свойственно игре, и что дают ей такие возможности радовать и объединять людей. Ну, прежде всего, он, по-покровскому, он впервые так вот систематически изложил свое представление о игре и масса примеров, и, собственно, сборник игр, предложил нам как бы сто с лишним лет назад. Ценность самого процесса игры. Это как раз то, что как бы уводит от продукта. То есть, когда ребенок не гонится за чем-то, у него нет этой конкуренции, у него нет желания схватить что-то там для себя. Практически, если для него важен процесс, то есть, важно само действие, то, а что значит важно? Это значит, что он мотивирован на то, чтобы соответствовать этому действию. То есть, все его силы направлены, внутренние, все его ресурсы направлены на то, чтобы войти в это состояние, которое предлагает ему игра. А что нужно для формирования? Вот педагоги могут сказать точно. это как раз и нужно, чтобы ребенок очень хотел быть таким, каким вот он видит, как вот другие действуют. Поэтому это вот как бы самый главный признак, отличающий игру от деятельности. Поэтому, когда говорят игровая деятельность, это нечто такое очень странное. Дальше. Доступность, эмоциональная привлекательность. Конечно, игровые действия, ну почти очевидны. Они доступны, они, ну как сказать, открыты для их заимствования. Поэтому мы правила практически очень редко объявляем. То есть, ну реально не объявляем. То есть, если есть возможность показать, как играем, если мы сами играем и приглашаем идти в игру, они очень быстро включаются, редко приходится поправлять уже как бы обращая их внимание на то или иное движение, то или иной элемент поведения, но который не так очевиден для него. То есть, какая задача здесь решается? Ребенок развивает свою познавательную идею, познавательные ресурсы. Он фактически сходу, с лета включается в игру. Он распознает все действия и взаимоотношения участников и включается в них. Вот она как бы модель социализации. Пришел, посмотрел, оглянулся и стал соответствовать тому, что требует от тебя ситуации. Обязательное свободное самоопределение. То есть, вот первые два без вот этого они невозможны. То есть, игра всегда свободна. То есть, ребенок выбирает играть или не играть. Это самое главное и самое трудное для наших студентов, которые приходят в учреждения. Потому что у них учреждения режимные, строже, чем в колонии. То есть, ребенок пришел с утра в сад, поел на горшок гулять, играть без альтернативы. То есть, ребенок сегодня может быть не в настроении, а ему надо играть, идти и играть. И вот с этим сложно. И мы стараемся, чтобы ребенка всегда была возможность не играть. Точно так же, когда мы приходим к какому-то тяжелому классу, в котором девятное поведение и второгодники их пригоняют в зал, где мы должны с ними профилактическую работу провести. Второгодники сидят так на газа ногу и говорят ну давайте, давайте тут нас развивайте, профилактируйте. А мы говорим, ну не хотите с нами, так и сидите себе. И начинаем заводить подростковые игры для их возраста, для их естественной, реализующих естественной потребности, определенной формы взаимодействия. 10-15 минут, и они уже у нас в хороводе. То есть свободно входят, у них есть возможность выбора, хочешь сиди, хочешь уходи, хочешь включайся, и они включаются. Строгое выполнение правил обязательно, то есть чем игра отличается от какого-то просто активности такой произвольной, тем, что есть обязательно правило, общее для всех, что важно, есть следующий пункт, общий для всех, то есть кто бы ты ни был, ты там профессор пришел поиграть, или ты зауч, или ты ребенок, все включившиеся в игру подчиняются этим правилам, просто это или нет. И это очень сложно, особенно для образовательного учреждения, где наших студентов нет, а есть один воспитатель, который знает, у него книжки есть по играм, но он должен поползать по полу с детьми, потому что это предполагается игрой, он должен поскакать козой, он должен попеть вместе с ними, а это уже сложно. Это не только технически сложно, потому что физически, потому что у нас воспитатели уже половина пенсионного возраста, и потому что это статус подвергает сомнению, как кажется воспитателю, то есть он не может стать наравне с ребенком, а должен в игре, потому что игра это общение равных, это как раз то, что разрушает такие вот жесткие пирамиды часто насильственных каких-то отношений, жестких подчинений, подчинения каким-то лидерам, вот вступив в игру, бугор воспитательной колонии может получить от шестерки очень даже неплохо по своим, так сказать, раменам, вот, и и он это снесет и и все поймут, что вообще-то все в этом плане могут быть совершенно равны и может быть кто-то, кто там такой какой-то совершенно незаметный и неслышный и такой как бы игнорируемый невидный, а в какой-то игре он может быть лучше всех и вот это как раз те самые общечеловеческие правила, когда все люди равны по своей природе, вот они тут реализуются и поэтому это правило очень важное, выполнение правил, да еще и равное всеми участниками. Фольфлорная игра еще, правила эти имеют особый характер, но мы это все знаем на своем опыте и прекрасно это чувствуем, потому что салки, прятки, возьмите, да, правила строгие, очень простые, но реализация их может быть совершенно индивидуальной каждый раз. Все зависит от ситуации, от настроения участников, от того, где собрались, в каком месте, вот. поэтому это особое требование к правилам, ну, вообще-то те игры, которые мы в работе используем, они как раз все соответствуют этим правилам, этому требованию. Вокальная часть в большинстве игр, во многих, по крайней мере, ну, у нас в большинстве есть вокальная часть, чем она в обычных играх таких светских, которые мы тогда придуманы авторами, вокальная часть найти очень сложно. Что она дает? Это прямое эмоциональное воздействие на ребенка, на участника. То есть, если мы начинаем запивать каравай, или мы, вот сейчас я покажу вам ролики, вы увидите, что происходит, когда ребята, может быть, не очень, скажем так, вокально подготовленные, но когда они запивают, все очень быстро останутся на свои места. Это же как раз и связано с тем, что игра передается из рук в руки за счет заражения и подражания, а вокал, то есть голос, он несет огромный, скажем, огромный потенциал такой приобщения. непосредственно действует помимо, скажем так, включения интеллектуальных каких-то ресурсов, когда кто-то запел что-то радостное, то как бы вот эта эмоция, она заражает напрямую, очень трудно противостоять этому. Ну, естественно, что как бы ключевым моментом, вот я выделил последним пунктом, это традиционность игры, то есть игра, почему она традиционная, потому что она несет характерный для нашего народа тип отношений. И об этом мы как раз подробнее поговорим на другом семинаре, который будет 5 числа, 5 октября, 6, 6 октября, потому что это сложный вопрос, он как бы поднимает, он состоит из двух, что такое традиция, и что такое культура, то есть традиционная культура по содержанию. Мы вот, все, что не видится вокруг такое, более приличное, все называют культурой, вот, а что сердцевиной является традиционной культурой, вот этот вопрос очень важный, и он как бы по умолчанию присутствует в традиционной игре, которая реализуется традиционными людьми, к которым мы себя относим. Ну, вот на это надо просто обратить ваше внимание, что когда вы затеваете игру, значит, надо быть просто готовым ответить на вопрос, а что что-то традиционно. Ну, вот еще небольшая схема, которая опять же говорит о достоинствах игры, о ее возможности, какие этапы претерпевает группа детская, которая начинает включаться в традиционную игру. Ну, известно, что в дошкольном учреждении главные ценностные установки такие, что нацелена на это самостоятельность, ответственность, инициатива, а вместо девятного поведения, то есть их надо развивать. И вот мы берем контрольную группу слева, и как бы группу, которая прошла игровую подготовку, и, скажем, имеет в своем жизненном опыте игровую практику. Первое, видите, ситуация, да, воспитатель определяет все в взаимоотношениях детей. мы начинаем взаимодействовать с детьми, мы привлекаем их на, скажем так, на площадку, где мы спрашиваем, а что бы вы хотели, а какую бы вы хотели игру поиграть вообще. То есть мы предлагаем включиться в какой-то тип отношений, характерный для традиционной игры. Мы показываем это, они могут выбрать, то есть они должны проникнуться и иметь возможность самостоятельного выбора, но вместе с нами. третий этап, когда дети играют сами. То есть воспитателю достаточно только создать условия, то есть он может предложить им площадку и время. Собственно говоря, это не так мало, и дети уже играют сами. То есть они между собой решают, что они сегодня будут играть, и потом включаются в игру и играют по правилам, поглядывая на то, чтобы никто их не нарушал. В общем, собственно говоря, вот так и происходит прорастание самостоятельности, ответственности за соблюдение взаимодействия определенного рода. И инициатива, потому что никто не заставит их играть. Они сами принимают решение о том, чтобы выйти на эту площадку, этим заняться, когда им дают эту возможность. Ну, про эффекты буквально несколько слов. Где-то около 200 детей участвовали в наших игровых экспериментах. И примерно пополам сократилось количество проблем социально-коммуникативных. То есть если было там порядка 80, больше 80 процентов детей имели какие-то проблемы, то либо статус у них был метрически плохой, либо агрессия была, либо не склонны были соблюдать нормы и правила, но в общей сложности. И вот каких-то там 8 часов, даже меньше, где-то там может быть 6 часов чистого времени игрового привели к тому, что половина этих проблемных детей с проблемами стала меньше. Ну, подробно можно посмотреть в наших статьях по планированию эксперимента и по результатам. Это статья, Владимир Анатольевич, статья про игропрактику и системы детства, да? Да, я сейчас ее просто открою список про эти статьи. Я в чат скинула ваши статьи, среди них есть силы народной игры как компонент проекта экосистемы детства. Да, это тоже. Где мы проводили эти занятия? По картинкам вы уже видели, это школа, православный центр, это центр содействия семейного воспитания, детские дома, семейные клубы, в общем, больницы, психиатрические академии, университет военный, в общем, в разных местах. Вот какие у нас статьи? Их достаточно много за эти 11 лет. Ну, буквально несколько слов про каждую. Ну, во-первых, про ресурсы очень подробно в культурно-исторической психологии. Санна Борисовна, вот, собственно говоря, один из авторов этого курса, и Нина Николаевич Прокова, активно участвовавшего в экспериментальной работе. Вот у нас тут есть несколько работ по, как сказать, по части экспериментального, то есть контролируемого действия народной игры. Вот буквально там первый раз, два, три, первой публикации. Даже четыре, потому что мы обсуждали проблемы внедрения. Почему так трудно внедряться? Мы играем там два месяца, потом мы уходим, и уже никто не играет. То есть эффект игры сохраняется, то есть взаимоотношения детей сохраняются на хорошем уровне. Спустя три месяца мы проводили такое уже второе, третье контрольное диагностическое исследование. Вот. Но не практикуется, потому что воспитатели не могут участвовать в свободной игре. а без воспитателя ну как-то просто не принято. Он просто как обязательно элемент и вот это самая главная трудность. Потому что тип отношений межчеловеческих в этих учреждениях он субъект объектный. То есть дети объекты воспитательного воздействия. А никак не субъекты, которыми они по определению должны быть в игре. Вот это самая главная проблема. И воспитатели это понимают, но они не могут. То есть нужно с ними проводить специальную психокоррекционную работу. Потому что они не могут войдя в детскую группу перестать быть демиоргами такими, которые определяют кому кого выбирать там во что тут и как. Просто щелк переключатель переключается. Буквально единицы из них после нашей занятии смогли продолжать активную игровую активность с детьми вместе. Аксиологический методологический анализ народных игр. Вот тут такое, к сожалению, без номеров у меня это. Но третье снизу. Это как раз про ценности. Про ценности, которые в игре реализуются. то есть мы там проводим анализ некоторых наших основных популярных игр, показываем ее внутреннее устройство. Почему она так привлекательна и почему она дает такой эффект. Мы уже про ресурсы поговорили, про факторы. Здесь как бы на примере разбираемся на каждом примере, на каждой игре показываем, как они там работают. Это достаточно такой тщательный подробный анализ. Вот. Ну, пожалуй, вот здесь вот есть детская программа приведена подробно с комментариями в последней работе. Можно ее открыть и там про каждую игру написано, какие у нее психологические ресурсы психокоррекционные. Вот, пожалуйста, презентация все. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. я на них отвечу и хочу все-таки показать вам ролики. Сейчас я выберусь опять сюда. У кого есть вопросы, можете включать микрофон и задавать вопросы, пожалуйста. Добрый день, спасибо большое за интересную лекцию. Я бы хотела уточнить вот такой момент. Я работала пять лет в Владимирском институте развития образования на кафедре теории методики воспитания. И тема по этнокультуре и значимость культуры для коррекции людей, для формирования нравственного здорового человека, это была одна из тех, которые я читала. Но она очень сложно проходила через, так скажем, людей, которые определяют, что будут слушать педагоги региона. Хотя уже давным-давно было понятно и общие тенденции идут к тому, что нам необходимо знать свою культуру, свои традиции, потому что воспитательный потенциал этнокультуры это золотое дно. И если человек находится в традиции, если он хотя бы как-то к ней прикоснулся, он уже выходит более цельным, более исправленным, и у него какие-то проблемы просто не возникнут. Я долгое время это дело доказывала на своей любимой работе. Но вот сейчас у меня такой вопрос. Какие общие тенденции может быть в государственной политике, в тех документах, которые приходят как рекомендации к работе, с тем, чтобы использовать народную традицию, в частности, игру, для работы с педагогами. Я тоже психолог по образованию, по-другому социальный педагог, поэтому я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, и этот наш опыт такой реализовывался с 2000 года в городе Владимире. Но, так скажем, в частном порядке. Вот хотелось бы знать, есть ли у нас что-то такое, что нам может сейчас помочь обосновать свои действия перед людьми, принимающими решения? Потому что в больших городах идет все быстрее, в маленьких не так скоро. Поэтому хотелось бы узнать, есть ли какие-то такие подтверждения, которые могут быть нам в помощь? Спасибо. Ну, вы знаете, есть же указ президента о том, что у нас традиционная культура зиждется на традиционных ценностях, то есть на православных, просто черным по белому в указе записанном. То есть православие, а что там в православии является ценностью, ну, вообще-то известно. И традиционная игра, и вообще традиционная культура, она именно православная. Преимущественно. То есть есть традиционные религии, они по каким-то ценностным основаниям, они вообще-то не противостоят друг другу. И это указано. То есть мы на земле, которые, мы вообще-то освещаемся президентским указом. Вот если бы Анна Борисовна тут пробилась бы к нам, она подробно, она работала где-то вот как раз над какими-то документами по воспитанию. То есть последние директивные документы по воспитанию, они как раз предполагают вот то, чем мы занимаемся и то, чем вы занимаетесь. То есть ну как бы сверху открыто все. То есть названо, сказано, что традиционная культура, вообще культура наша, надо ее беречь, умножать, доставать из там сундуков и вообще это наше все. Ну мы это видим, когда там поступают какие-то очень большие начальники. Но когда дело доходит до конкретного преподавателя, понимаете, чтобы оттуда дошло до конкретных указаний, позволений, я не знаю сколько по десятилетия пройдет. Честно говоря, трудно сказать. Вот у нас вот этот курс введен и он работает 10 лет уже. Вот. И мы реально можем показать, как это действует. Вот в экспериментальном даже режиме показали. И мы готовим студентов, к тому, чтобы они опираясь на такой вот скажем, на экспериментальные данные и на свой личный опыт, чтобы они продвигали традиционную культуру в форме традиционной игры. Это живой опыт, который не требует доказательств. То есть выйди на площадку, заведи игру, и ты увидишь, как дети реагируют. Дети. Родители потом. Потому что родители боятся всего, что вовлекают и трогают как-то их детей. Это естественно их опасение. Потому что они столько всего претерпели за эти 30 лет активности, столько куда-то тащили их детей. людей, что они с опаской относятся ко всему. Поэтому нужно убеждать, доказывать, показывать именно опытным путем. Потому что какие бы указания не вышли, понимаете, в каждом саду стоит справочник по играм. Не одна книжка, а несколько. И там все это, все эти игры, которые мы играем, там они есть. но их не играют, потому что книжка это не традиция. Традиция это живой процесс трансляции из рук в руки. И вот мы пытаемся эту традицию как бы оживить, чтобы она через наш факультет, через наш спецкурс шла туда, скажем, к нам она пришла из традиционным же путем вот это Анна Борисовна, наш добытчик, и там Ольга Дмитриевна в стереумах, которые с нами открывал этот курс, они взяли это из рук, из первых рук или из вторых, то есть из экспедиционных скажем так, группировок, которые ездили и собирали традиционную игру, там где она еще жива, то есть там где жива традиция, там где, скажем, не распространилась и на языче, и на как бы скотина культура такая, ее культуру это назвать порой трудно, просто она вытесняет, знаете, мультикультурализм, да, то есть будем модификации, там, вот эти слова, они все как бы не про традицию, не про нашу традицию, вот, и вот это все вошло в этот курс, и, ну, это как опыт, но по сути дела, так как экспонентальная площадка, если кто-то скажет, а где, как нам традицию распространить, ну, вот так, у вас, наверное, сложная ситуация, вы понимаете, рассказывать про культуру, это одно, а нести ее, это другое, так же, как игра, можно показывать игру, а можно играть в нее, у меня на самом деле ситуация легче, потому что у нас есть фольклорный коллектив, который я возглавляю девятый год, и, как традиция, я пришла через психологию, поэтому мне здесь было очень легко, но вот касаемо коллег, которые принимают решение, это вот из той серии, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним же нам же наступать, поэтому вот мне бы очень хотелось, чтобы таких курсов было больше, и я, если вас правильно понимаю, то люди, которые выходят из него, они обладают знаниями и психологическими, и в том числе фольклорными традиционными, то есть это уже другой формации, не просто психологи, да, люди меняются как личности в лучшую сторону, мы надеемся, они еще выходят через фольклор. Это безусловно, понимаете, тут вот мы так удачно пристроились, понимаете, с одной стороны, я, кстати, спасибо, что напомнили. Можно к вам тоже пристроиться. Подумаем. Мы же федеральные университеты, у нас в планах есть как бы трансляция нашего опыта по России. Конечно, поездить не удастся, но опираясь на имеющийся опыт, и вот, скажем, даже эти ролики, сейчас все-таки до них доберусь, вот, мы можем помогать людям вот этот опыт там культивировать у себя. у нас во время ковида была такая ситуация, просто модельная. Наши ребята на практике были в школе, там психолог, и он очень заинтересовался, мы занимались с детьми экспериментально, дипломные работы писали, вели игровую программу, и она очень внимательно следила, все записывала, и потом вдруг раз и закрыли на карантин, и она осталась одна на один с этими детскими группами двумя, и надо было что-то делать. И вот она пыталась играть, одной рукой снимать это все на ролики, присылать нам и спрашивать, ну как? А мы смотрели в некотором ужасе и говорили, ну, вообще здорово, конечно, вот это вот лучше по-другому, и вот то, пожалуй, как-то немножко не так. И удавалось поправить, понимаете, потому что у человека было желание, и было впечатление от того опыта, который мы перед этим показали. То есть, понимаете, когда есть образец, когда есть память эмоциональная, и вот как оно должно быть, тогда можно и вот так дистанционно как-то подстраивать свой личный опыт. Так что, может быть. Да, так возвращаясь к тому, что мы удачно пристроились, первое, это трансляция культуры детям, дети, это одно, а второе, это оснащение наших студентов, опытом общения с этими детьми, опыта активной работы, коррекционно-профилактической, на первом месяце обучения. Где вы такое найдете? Нашим студентам доступны эти игры, потому что они еще не вышли из этого возраста, когда воспитатели уже там просто ну никак не могут поиграть, ну просто ну никак. Вот. А раньше это было требование профессиональное для воспитателя детского сада. Ты если не играешь, ты не можешь быть воспитателем детского сада. Не просто знаешь игры, а играешь в них. Вот. Поэтому наши ребята осваивают это, еще не будучи психологами, они уже решают психологические задачи, которые не могут решить профессионалы с большим опытом, потому что они не играют. То, что в игре происходит за какие-то там полтора часа, месяцами длится и не может быть решено. Я вот просто типовой пример, который всем рассказываю. У нас в одной школе мы затеяли детское и родительские занятия. Ну такая школа в таком районе таком очень таком не очень благополучном. Вот. Собрали там восемь первоклассников и родители с ними. Сыграли три программы по полчаса. Приходит воспитатель, классный руководитель говорит, что вы сделали с детьми такое? А что он такое сделали? Так слегка испугали. Муж какая-то реакция нехорошая. А она говорит, ну у меня была девочка и мальчик, который вообще первые полугодия мы в феврале играли, первые полугодия вообще не могли отвечать на уроках. То есть девочка ее поднимали для ответа, она плакала просто, а мальчик как партизан стоял с шап зубы и молчал. Оттуда как бы ничего нет. Просто они как дети, как дети задают вопрос, руки тянут. Все, куда пропало? Вот как вы думаете, куда она пропала? Очень просто. Ребенок поиграл в каравай. Три раза. ну там еще казал, там, ну в общем, вот что такое с ребенком произошло? А мы это видели, мы просто не придали этому значения, потому что для нас это достаточно часто встречается. То есть ребенок дожил до 7 лет и ни разу не принимал самостоятельного решения. Он ни разу не стоял напротив группы и не был на первой позиции. вот в каравай он попадает в эту позицию, потому что он реально должен, он оказывается, во-первых, его выбирают, выбирают, так, и он неожиданно попадает в центр, все вокруг него стоят, ему поют на его имена, да, и потом он должен выбор сделать, выбрать кого-то. И он зависает. он не может этот выбор сделать, он просто вот на глазах, как говорят психиатры, на глазах идет процесс у нас, да, с ребенком что-то происходит, и мы это видим, мы это чувствуем, и мы ему помогаем, мы ему улыбаемся, мы просто вот переживаем за него, потому что видим, как ему трудно. Проходит там 2-3 секунды, воспитатель не выдерживает, он бросается на помощь и срубает вот эту возможность развития ребенка. А мы не позволяем им, мы их изолируем, и в том случае воспитатель просто не был рядом. Мы дождались, он принял это решение и все. И он стал способен к этому действию. И поэтому, когда он в классе, оказывается, один, подняли его и он, и все вокруг, а он спокойно это делает, он делает то, что положено делать, что делают другие дети. Он просто прорвался через эту свою неспособность. Вот что делает традиционная игра, а сколько бы с ним не говорили о том, что не надо бояться, надо там спокойненько отвечать. Это бесполезно, это не про это. Опыт нужен. Нужен создать условия благоприятные, чтобы новый опыт у ребенка появился. И в игре этих ситуаций огромное количество, которые вот, вы видели, перечень, агрессия, тревожность, страхи, чего только нет. Что только не испытывать ребенок в игре. Когда играть в детскую игру, там, скажем, ворон Иван Петрович, сюжет очень простой. Дети сидят на лавочках, ворон где-то из гнезда, хозяйка, значит, их пересчитала, наступила ночь, ворон вылетел, схватил кого-то, затащил все в гнездо, хозяйка идет считать цыплят, о, не досчиталось. Не хватает. Пошла к ворону, ворон, ворон, не видал? Не видал. Пошла на муполь пришла. И опять, пока всех не перетаскать. Дети сидят и боятся. Они боятся. Вот это то, то базовая эмоция, с которой ребенок должен быть знаком и должен уметь справляться. И вот они сидят и боятся. И каждый по-своему. Что интересно. Один подглядывает, а другой не подглядывает. Он не боится. Он боится настолько, что не может сидеть с закрытыми глазами и ждать, что случится. Схватит ворон, не схватит. То есть, вот этот страх, который дети испытывают, они же понимают, что ничего с ними тут не случится. Они же играют в эту игру десятый раз. Вот, был случай, когда они играли в подготовительном отделении, как бы, это пироговская школа. месяц играли на каждой перемене. Психоид удивляется, что тут такое с ума сошли, что ли? Какой-то ворон, какой-то там, какая-то ерунда какая-то. А они отыгрывали эту жизненную свою ситуацию, потому что они пришли из детского сада мирно, никого не трогали. Тут их хватают, таскают куда-то, ничего не объясняют. Учат, короче говоря. И вот они, они же потом этого ворона щиплют, в конце концов, когда хозяйка их там начинают выручивать из этого вороньего гнезда. Вот. То есть любые эмоции дети учатся отрабатывать мирным путем. Владимир Анатольевич, у нас три вопроса. Вот. Психологическое благополучие с начала вебинара тянет руку. Татьяна Сергеевна и Татьяна Львова. Да, давайте. Давайте начнем от психологического благополучия. Ну, я хочу представить для тех, кто не знает, меня зовут Игорь, фамилия Романец. А у Владимира Анатольевича я как-то был на его тренинге, на встрече, играл. И я, кстати, всем рекомендую, мне был ни разу придите на практику. Потому что совершенно невероятное ощущение у меня, как у взрослого человека. При этом я могу сказать, что я середина 90-х с подростками работаю, с 7 лет и старше, то есть еще до подросткового года. И, в общем, конечно, все равно это очень интересно. Я хотел бы немножко добавить в поддержку того, что вы говорили, про то, что нам не запрещено, куда-то ушло, нету игры в дворах, еще где-то. Но даже если дети куда-то уезжают на отдых, далеко куда-то, то аниматоры что в основном делают? Вырезают, как в детском саду, клеят, как в детском саду и изредка играют в какую-нибудь одну игру, которую, типа, знают все прятки. И все. То есть, ну, дети разучаются даже на отдыхе, общение с другим. Мы их привели, ну, такой большой детский сад. Ну, вот это. Но они по этому поводу очень тоскуют. Почему? Вот когда я выездные программы вел, Владимир, одно из заданий, детям, расскажите о том, в какие игры вы играете. 30 детей 30 разных игр. Ни одной повторяющейся. И они еще обучают других. Если это в середине где-то примерно, то примерно еще где-5 все играют. Ну, вот то есть, если внимательно отнестися к этому, да, и причем взять те игры, которые именно несут традицию, потому что сейчас насовано много чего в наши, как бы сказать, просторы, того, что как бы не свойственно может быть даже нам. Но оно тоже эксплуатирует определенные мотивы, понимаете? У него чего только нет, не намешано. Но мы должны что-то поддерживать, а что-то стараться вообще говоря игнорировать. То есть, плохие качества нам не надо культивировать. А есть игры, которые действительно агрессию вызывают и культивируют ее? Ну, вот у меня есть опыт такой, прям, очень хороший, с чижиком, ну, чиж играл. Там всегда затруднение было чижа сделать. Я помню, ну, я делал заранее, привозил в лагерь, в лагерь ни одного чижа не мог повезти, дети выбирали свободу. А потом где-то у нас оказались строители, которые были столярные работы, дети пошли делали биться чижик. Ну, чижик называется, ну да. Да. Традиционная, хорошая игра. Спасибо большое. Она шикарная, она, понимаете, она, сейчас мастер спорта в нее сыграть может, пожалуй, да, по акробатике, по гимнастике. Там столько требуется координация всяких движений, ловкости, а элементарно просто, и никаких инструментов, палка, да сам чижик там, как колышек небольшой. Спасибо. коллеги, извините, Татьяна Львова хочет высказаться, потому что ей скоро надо уходить. Давайте дадим слово. Татьяна, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересная беседа. Хотела сделать некоторые замечания от тебя, да. Я работаю в школе, и директор нашей школы, официально при всех нас представителей, заявила, что нам фольклор не нужен. Ну, конечно. Особенность такая, да. То есть, почему-то педагоги боятся фольклор. Я столкнулась с этим на практике. Особенно еще хотела сказать такую тему. Я занимаюсь традиционным театром, а тема у нас такая, традиционные игры. Я думаю, это где-то очень рядом. Да, безусловно. Вы сталкивались в своей практике именно с внедрением традиционного театра. Лично на моем опыте дети воспринимают на ура, а родители, не родители, а педагоги с опасением, а педагоги в детском саду даже с отторжением. Ну, понимаете, какая штука. Все-таки так, да, спасибо вам за театр, конечно, но это же тот же и Петрушка, скорее всего, может быть такое традиционное праздничное театральное представление. Колоссальные возможности понести такие нраволучения, живые такие, не формальные, а очень живые. Ну, отторжение, ну, конечно, может быть, понимаете. Вот как объяснить, почему они дерутся? Никак не получают. Почему они дерутся? Я-то для себя знаю, но родители, педагоги не хотят это воспринимать. Говорят, вот плохой пример вы подаете детям. Ну, конечно, ну, знаете, вот в этом весь и фокус игры, понимаете, найти возможность включить в эту ситуацию неформальную педагога, чтобы он почувствовал, вообще говоря, что там происходит. вот иногда у нас, ну, бывает, есть такие жесткие довольно игры со жгутом, где там лупят друг друга, и все, кто мимо идет, ой, какая-то агрессия, ужас, ужас. Мы предлагаем эссеты, да, ну, какие эмоции были, ни одного отзыва из всех участников, чтобы он говорил, что у меня агрессия, вообще агрессия, нет. смысл таких игр, это как раз исключить агрессивную реакцию, которая провоцирует обстоятельства. Ну, когда тебя бьют, ты, вроде, должен отвечать агрессией, а игра не предполагает, она создает такие условия, как просто смешно, ты должен делать совсем другое, чтобы избавиться от такого нападения на тебя условного. то есть на самом деле культура предполагает выход за пределы вот этих плохих отношений, то есть которые приносят, ну, как бы, так сказать, ущерб наносят человеку как личности, как там, как телу, как душе, как духовные какие-то травмы. Ну, она так устроена, но объяснить это очень сложно. Тут я с вами согласен, это общая беда. Тогда сделаю дополнение, что я читала, когда погружалась в эту тему, что для того, чтобы эту тему изжить из себя, ее, то есть, например, страх перебороть, да, либо какие-то влечения, например, не очень здоровые, то есть их нужно переиграть, проговорить, просмеять, например, в театре кукол, как это делали на Востоке и у нас, да, и через это как бы открыть, то есть проговорить и забыть. А то, что это копит, что-то сталкивается и все равно попадает в просаг. Ну да, но нужно как бы прожить исходную ситуацию, но с выходом не на вот эти страхи, а на что-то другое, на то, что является нормальной реакцией. То есть, понимаете, поэтому ситуации создаются похожие на те, которые как бы в жизни бывают, но они с помощью игры выводы делают совсем другие. Выводы совсем другие. педагоги боятся фольклор, даже нам было не нужно. Люди всего боятся, потому что они боятся, что что-нибудь сделать не так, потому что, ну, мы к 30 лет нас утюжили, и эти эффекты, они никуда не денутся. Олеся еще о наболевшем хочет добавить. Олеся. Да, спасибо большое за слово. Олеся Цеглоборд, Владимир, фольклор-негатив «Владимирская вечера». Действительно, у нас многое зависит от того, что у нас изменилась социальная ситуация развития. Если 30 лет назад люди ориентировались на сотрудничество, содружество, то сейчас культ потребления диктует свои вещи. И современные родители это дети, которые родились уже в 90-х годах, и зачастую они не были погружены в ту историю, в которую были погружены мы. Поэтому им даже своим детям нечего передать. Да, огромная речь. И поэтому те же самые педагоги, это те же самые уже воспитанные следующие поколения, которые не имеют своего личного опыта. А если ты не имеешь личного опыта из детства, тебе его сложно нарастить эмпирическим путем, даже если ты где-то в чем-то поучаствовал. Если это не является твоим личностной ценностью, тебе сложно это принять, переработать и пустить это дальше. Это огромная проблема воспитания, которая сейчас совершенствуется. Но вы знаете, вы точно заметили вот этот памятник. Да, можно я закончу и отключусь. Действительно, получается, что нам очень важно сейчас знать свою культуру, знать свои традиции, потому что в нашей традиционной культуре, основанной на православных традиционных ценностях, уже предутилизированы все жизненные ситуации. То есть ты можешь почитать священное питание, ты можешь поиграть в игру, ты можешь просмотреть все, что есть. И дети, которые раньше играли в игры, они уже проживали все то, с чем они сталкиваются в жизни. Более того, очень много сейчас моментов, которые программируют людей на будущее. Если, например, в тех же самых играх, где идет вокализация, она практически везде, и в тех же самых песнях хороводных, там идет установка на позитив. Там, например, вот в саду или в огороде моя любимая песня, там про что? Там про манипуляцию со стороны парня над девушкой и контрманипуляцию. Девушка при этом дает парню возможность сохранить лицо. И это очень важно. И светит месяц, и другие вещи точно такие же есть. Да, и это очень, поэтому очень важно знать. Но вот педагоги, они не знают, потому что они, во-первых, в этом не росли. Во-вторых, они искренне пытаются что-то найти и успеть сделать в рамках того времени, тех ресурсов, которые они обладают, но они зачастую лишены возможности выбрать именно то, что есть. Поэтому вот очень, не очень ценой, я очень рада, что есть такая группа, которая работает именно вот с таким уклоном. Потому что, например, когда я получала свое образование, первая социальная педагога, у нас там был курс еще дополнительно досуговедение. параллельно у нас шло получение специализации педагог-организатор эстетического цикла. И вот это очень-очень сильно помогло, потому что человек не может быть воспитанным, если он не знает свою культуру, если он не знает свои традиции, если он в это не погружен, хотя бы искусственно, в рамках учебного процесса. Потому что сейчас у нас уже не только второе, да, у нас уже третье поколение людей, а поколения сейчас, как вы знаете, они очень-очень быстро сокращаются, потому что если были зеты, да, информационные, сейчас дети поколения альфы подрастают, которые резко могут отличаться уже от вот этих вот ребят, погруженных в интернет и зацикленных на потребительстве, уже много детей, ну, они как бы до сих пор будут нарождаться, пик рождения где-то, ну, 25-30-й год будет, которые понимают, как не надо, и они начинают изначально делать как нужно. То есть это люди, которые отвергают уже на подсознательном уровне те негативные установки, которые формирует общество, и они идут своим путем. Вот у нас в коллективе есть такие примеры, есть такие примеры, такие студенты, которые к нам приходят в коллектив именно за тем, что они не получат в колледже культуры. Совершенно с нами согласен. Вот такое есть. Пробьется культура, пробьется, понимаете? Почему? Потому что это, как бы сказать, вот это самое социальное окружение, оно не в состоянии влезть в духовную как бы составляющую жизни человека. Ну, не приспособлено. Поэтому, когда мы играем с людьми, которые вообще не знают ни одной игры, это вот там 30-летние какие-нибудь педагоги, они после программы говорят, ну, слушайте, ну, это же наше все. Это же просто все наше. Почему мы как-то этого не знаем? Оно вот все, это вот это про нас, это наше. То есть, у них потенциал внутренний, он сохранен, его надо актуализировать. Конечно, для этого требуется поддержка государства прежде всего, но это как бы на это можно надеяться. Но действовать надо самим. Если вы можете погрузить и показать, что это такое на самом деле игра традиционная. Если вы в состоянии это сделать, надо это делать и таких людей, знаете, как спасайся сам и вокруг тебя спасутся тысячи. Ты будь культурным, то есть демонстрируй свою культуру не только в быту, но и вот на профессиональной площадке, где ты можешь ей поделиться. Вот так, в таком концентрированном виде, который дает возможность предоставлять игра. И все, будет двигаться процесс, никуда не денется. Мы делаем это. Действительно, сейчас многие педагоги, они не могут пробиться, потому что те, кто принимает решение, они боятся просто с этим связываться, боятся профанации, либо того, что руководитель должен знать больше, чем его подчиненный. Уже боятся, да. Я понимаю тех, кто говорит, что она мне нужна к культуре, а меня тоже очень долго, так скажем, сдвигали с тем, что кому нужен ваш фольклор. Вы что, лезете со своим фольклором? У нас вот здесь планы Сороса, у нас здесь цифровизация, у нас здесь то, у нас здесь все. И было очень непросто продвинуть эту тему, поэтому вот я и спрашивала, на что можно опереться, чтобы люди действительно это понимали и это шли, потому что одно дело, что люди получают документ, где черным по белому написано. А с другой стороны, если это не является ценностью для руководителей, как педагогу донести до своего руководства тем, что это нужно. Вот это очень актуальный момент. Согласен. Ну, с одной стороны, надеяться на трезвые мы там где-то в нашем правительстве, в наших министерствах вряд ли. Но когда вы начинаете взаимодействовать с организацией, вам достаточно не надо говорить про культуру, потому что культура это как бы такой ядерный, такой ресурс, который он никому не виден, его так рукой не пощупаешь на самом деле. Вот. У вас есть, ну, у нас, по крайней мере, есть, мы психологи, да, то есть мы говорим, что есть проблема девиантного поведения разных масштабов, разных форм, мы с ним работаем. Мы предлагаем ресурс, который доступен даже первокурснику, который может наладить отношения в детской группе за, там, четыре часа чистого времени. Вот, пожалуйста, вот в этой группе, в этой группе мы это можем сделать. вам это надо? Нам говорят, ну, вообще, хорошо бы. Не было ни одной организации, которая бы отказалась от такого предложения, какой бы там директор ни был. Поэтому мы не говорим про культуру, про традиционные отношения, про заповеди блаженства или еще что-нибудь такое, потому что это оно внутри там, оно заложено в традиционную игру. И поэтому оно действует, просто действует, без объявления. Поэтому, когда вы предлагаете то, что делают детей более мирными, менее агрессивными, то кто бы отказался. А дальше вы показываете, что это вот, как это работает практически. Ну вот, и находите там единомышленников, которые реально погрузились и почувствовали на себе, что и действительно после того, как мы поиграли, у нас меняется немножко отношение к жизни. Как студентки некогда, но после этой программы жить хочется просто, просто хочется жить. Ну вот так у людей сейчас не у всех там такое благостное настроение, но просто погрузившись в такую среду, которую представляет традиционную культуру, человек ощущает прилив сил жизни. И это можно показать воспитателям и у нас преимущество на самом деле. А у вас тоже свой ансамбль есть, вы можете это делать, у вас есть группа поддержки. Наши ребята ходят в сады там по шесть, по семь человек, они могут накрыть как бы караваем детскую группу и подростковую тоже. И дети начинают по-другому себя ощущать. как бы просто понимают, что вообще вот такое состояние возможно, когда мы все вместе вдруг оказываемся самые разные люди с какими-то своими историями. Но когда собрались и вошли в это горовое пространство, они ощущают, что они вообще люди и могут быть вместе. Менеются отношения. Вот. Поэтому мы надеемся на то, что когда-то там... Но, понимаете, это же не выпишешь по почте. Вот вас не выпишешь по почте. Вы можете только почкованием размножаться. Понимаете? То есть так же, как и мы. Вот. У нас есть учебный процесс более-менее регулярный. Мы можем выпускать студентов, ну, в какой-то степени готовых к тому, чтобы играть с детьми. Меня можно пригласить. Я приеду, я даже привезу свой коллектив. Мы так и действуем. Более того, мы работаем со взрослыми, потому что на ребенка действует очень много всяческих разных факторов. И то, что он тем, чем он напитался на занятия, он приходит, и если это не ценность для родителей, многое размывается. Конечно. А вот я научу взрослого, и это станет ценность для взрослого. Взрослый вокруг себя уже начнет гармонизировать пространство. Поэтому целевая группа это воспитатели и родители, конечно. Но до них труднее добраться, чем для детей в детском саду. Но можно. Ну, видите, тут у каждого какие возможности. Мы пока работаем вот, ну, как можем. мы стараемся, чтобы ребята наши и на третьем курсе, и дальше, и на дипломе этот ресурс использовали. Но он не так прост. Он требует очень серьезной отдачи эмоциональной. Поэтому это кажется, что легко сыграть козу. А на самом деле сыграй козу, так, чтобы она зарядила всех остальных. Это, это, каждая, каждая игра это как представление профессиональное. Это номер, так сказали бы артисты, да. Ну, вот психолог должен уметь это делать. Иначе у него ресурсы как бы не такие, какие хотелось бы. Давайте все-таки ролики покажу. Да, коллеги, мы уже час 36. Минуты 10 минут. Да, я просто хочу сказать, что уже у нас ресурс записи, видеозаписи закончился, и мы сейчас не под запись. В принципе, можем посмотреть как раз и ролик, и еще что-то обсудить. Но у нас еще два вопроса. Вот Татьяна Сергеева поднимала руку, я не знаю, она еще здесь. Хочет ли она задать вопрос? Я еще здесь, но еще я спасибо, получила ответ. на свой вопрос, да, Владимир Анатольевич, в одном. Сейчас я вынуждена уже выйти. Спасибо, грамотно.